Музей Чтобы появился такой центр, надо было не просто объединить два имеющихся в городе музея, а применить еще в показе их экспонатов смелые дизайнерские решения и технологии. В Хантамансийском автономном округе специализированных музейных зданий не так уж и много. Недавнее прошлое, когда действовало правило, сначала отдаешь любой ценой нефть и газ, дороги и мосты, а уж потом благоустройство, комфорт и уют, все еще сказывается. К тому же, за редким исключением, практически все города Югры молодые. Отсюда и устойчивое мнение, что музеи в северных городах вообще, да еще и в специально спроектированных отдельных зданиях, непозволительная роскошь. Поэтому обычным делом стало располагать музеи, выставочные залы и галереи в приспособленных зданиях, пристроях, на первом этаже многоквартирных домов или объединять их под одной крышей с другими учреждениями культуры. Считалось, создание музейных комплексов и особняков – это удел столиц, крупных городов и туристических центров. Коголым к их числу явно не принадлежит, хотя наряду с Лангипасом и Ураем считается одной из трех столиц крупнейшей в России нефтяной компании. Впрочем, во многом благодаря политике ее руководства и местных властей в городах Лукойла появились объекты, которые могли бы стать украшением любого города страны и которым могли бы позавидовать даже жители мегаполисов. Основу стационарной экспозиции музейно-выставочного центра города Коголыма составили коллекции фонды Краеведческого музея и Музея изобразительных искусств. Она удивляет своей масштабностью и технической оснащенностью. Здесь все не так, как в классических музеях. Привычных залов нет, они условны, поскольку все экспонаты находятся в одном общем пространстве, разделенном на тематические блоки. Переходя от одного к другому, совершаешь реальное путешествие, не используя при этом машину времени или какое-либо транспортное средство. Только здесь можно узнать, как начинался Коголым и кому он обязан своим рождением. Палатка первопроходцев одним предоставляет возможность узнать, в каких условиях жили первые жители будущего города. Другим – вспомнить свою молодость и тех, с кем довелось обживать тайгу, прокладывать среди болотных топи железную дорогу и осваивать богатство Западной Сибири. Настоящий железнодорожный вагон находится в музее тоже неспроста. И хотя пассажиров в нем нет, много о них могут рассказать выставленные в купе вещи. Они создают удивительную атмосферу 70-х и 80-х годов 20-го века, когда на север ехали молодые люди строить, добывать, учить и лечить. Теперь трудно представить, что было бы на месте сегодняшнего Коголыма, если бы не нефть. Она привлекла сюда тысячи специалистов со всех регионов большой страны. Благодаря нефти Коголым стал городом. Проектированием его генерального плана занимались архитекторы из Ленинграда, специалисты из Республик Прибалтики и Азербайджана. С нефтяниками связаны не только трудовые успехи и победы, но и все самые значимые преобразования в Коголыме. Так что зал истории нефтяной компании «Лукойл» и достижений общества «Лукойл» «Западная Сибирь» – это еще самые яркие страницы как в биографиях коголымских нефтяников, так и в истории всего города. То, что Коголым не только нефтяной, но еще культурный и спортивный центры региона, отражают эти два символических дерева. Отделить их друг от друга невозможно, как невозможно представить нефтяников без города, а Коголым – без нефтяников. Впрочем, освоение Сибири началось задолго до прихода сюда нефтепромышленников. Первооткрывателями огромных территорий за Уралом принято считать казачьи дружины атамана Ермака, которые, разгромив сибирское ханство, принялись укреплять и расширять северные и восточные границы России, осваивать водные транспортные артерии, налаживать торговые отношения с местными народами. В окрестностях Коголыма проживают в основном ханты, которые сохраняют свой традиционный уклад жизни и культуру. Несмотря на стилизованность музейных жилищ, они наполнены реальными бытовыми предметами, которые используют коренные жители этих мест на своих стойбищах, где они, как и их далекие предки, разводят олени, охотятся и рыбачат. Своё существование многие из представителей народа ханта не мыслят вне леса, реки или озера. И всех этих животных, представленных в экспозиции, они видят не в музее, а встречаются с ними в природе. Символично, что хантыйское дерево размещено рядом с чайным. Оно отражает чайные традиции разных народов, проживающих сегодня в Коголыме. Этот музейно-выставочный центр непременно рекомендует к посещению всем гостям Коголыма. Но и сами жители города приходят сюда регулярно. Поводов для этого предостаточно. Кто-то очень внимательно следит за новыми выставочными проектами, которые существенно дополняют стационарные экспозиции. Кого-то привлекают проводимые здесь мастер-классы, причем их организуют как для детей, так и для взрослых. Кто-то активно пополняет музейные фонды семейными реликвиями, связанными с историей становления и развития города, дополняя его общую летопись личными страницами. Кто-то, вдохновленный работами великих мастеров живописи, пробует себя в разных видах изобразительного искусства в стенах культурно-выставочного центра русского музея. Есть и такие, кто отмечает здесь юбилеи, праздники, нерождение и даже свадьбы. Поэтому музейно-выставочный центр города Коголыма никогда не пустует. Его сотрудники и горожане многое делают для того, чтобы он оставался уникальным, не похожим ни на какой другой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова